Герои нашего следующего сюжета только мечтают стать врачами, поэтому первые медицинские знания получают за партой. Такую возможность детям дает учеба в специализированном медицинском классе. Сегодня урок для школьников провел главный врач областной больницы. Побывала на занятии моя коллега Наталья Цопина. Путь до школы у Ксении увеличился существенно, но это девочку не пугает. Ради мечты готова на многое. Уверена, станет хирургом. Хочется помогать людям экстренно. Есть такие специальности, где лечение проходит достаточно длительный период, а хирург помогает очень быстро. Еще одна мечта – познакомиться с главным хирургом Сибирского федерального округа. Он сегодня проводит классный час у тех, кто хочет стать медиками. На повестке дня беседа о профессии, но без сложных терминов. Анатолий Юданов рассказывает о том, как сам решил прийти в медицину, о трудностях, которые встречаются на пути студента. Долгие годы учебы и большая ответственность. Я знал, что я буду хирургом. Я все время думал, господи, а вот если я вот этого сейчас не выучу наизусть, а потом я делаю операцию. Ну, скажем, вскрываю брюшную полость и не понимаю, это что. Посмотрите, кошмар. Они слушают, затаив дыхание и пытаются решить для себя, что самое главное в работе врача. Ну, это ответственность, наверное. Ну, хотя даже ответственность не столько, а сколько переживаний за пациента, за его здоровье, за его лечение и дальнейшую судьбу. Классный руководитель преподает музыку и искусство. Отмечает, общего у ее предметов и медицины немало. В медицине все должно быть в гармонии у человека, да, я имею в виду физически, наверное, но и также и в искусстве, и в творчестве, интеллектуально человек должен тоже быть гармонически развит. Спецодежды для экскурсий в больнице уже запаслись. Впервые отправятся в начале второй четверти, пока знакомятся с отделениями. А вот для 11 класса, который уже второй год так занимается, врачи наметили куда более серьезную программу. Такой следующий, более серьезный испытательный этап. Мы, ребят старших, уже вместе с ними посетим отделение реанимации. Мы с ними уже зайдем в операционные блоки для того, чтобы ребята почувствовали, это им по плечу, либо нет. Если после такого ребята скажут «это мое», то значит выбор сделан не зря. Но положительным результатом тут считают и естественный отбор. Тех, кто не выдержит испытаний, перейдет в другой класс, потому что выбор ответственный. Лучше попробовать и вовремя передумать. Наталья Цопина, Андрей Дулепов, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok